Привет! С вами я, Ксюша Бейтс. И я очень люблю зиму, поэтому сегодня я расскажу про самые интересные ледяные сооружения. Поехали! И сразу оказались на ледяной дискотеке. Это Монреаль, город в Канаде. Каждый год тут открывается парк зимних развлечений. Деревня Валькартье. А в ней ледяной ночной клуб. Там не только подают напитки в ледяной посуде, но еще и подсвечивают ледяной пол под музыку. Вокруг холодно, а на танцполе жарко. А вот мы среди ледяных скульптур. В мире есть несколько очень больших фестивалей таких скульптур. В Китае, Латвии, Соединенных Штатах, России, Японии и в других странах. Вот только посмотрите, какая красота. И если вы любите Звездные Войны, то вам обязательно нужно было год назад съездить в Бельгию, потому что такое надо видеть вживую. За самую красивую скульптуру награждают премии. Поэтому скульпторы очень стараются удивить. Но лед очень хрупкий. И иногда случается вот такое. Но если бы не специальный лед, скульптуры вообще нельзя было бы сделать. По крайней мере, такие воздушные и красивые. Оказывается, что обычный речной лед для этого не подходит. В нем слишком много пыли, водорослей. А главное пузырьков воздуха. А в морском еще и соли. Поэтому искусственный лед делают в специальных ваннах. Где перед замерзанием воду хорошенько перемешивают, чтобы не было пузырьков. А перед этим тщательно очищают. Получаются вот такие вот ледяные кирпичи. Из которых в дальнейшем делают классные скульптуры и прикольные сооружения. Сначала работают пилой, а потом уже аккуратненько другими инструментами. 22 тысячи огромных кирпичей понадобилось, чтобы построить самый большой в мире ледяной лабиринт. Это было в городе Куфало, у которого символ бык. Поэтому в центре лабиринта фигура быка и трон. Этот лабиринт мог бы накрыть с собой целое футбольное поле. А заблудиться в нем одновременно могли тысяча человек. А в Швеции каждый год 4 тысячи тонн льда превращаются в ледяную гостиницу. Гостям выдают очень теплые спальные мешки, а подстилают оленьи шкуры. Ведь спят там на ледяных кроватях. Смотрят в окно из льда. Вокруг ледяная мебель и очень красивые ледяные скульптуры. Ну и едят там, конечно же, из ледяной посуды. В общем, чувствуешь себя, как в сказке про спиртную королеву. Ну а если вы ищете самую длинную ледяную горку, то вам в Китае. Город Харбин. Там каждый год строят горку длиной целых 300 метров. Вот вы такую во дворе себе имеете. Правда? Ну а настоящая ледяная сказка. Это фестиваль льда и снега в этом же Харбине. Там каждый год сооружают самый большой ледяной дворец. Постоянно ставят рекорды самых больших ледяных скульптур. Лед из-за подсветки становится разноцветным. И просто завораживает. Фестиваль проходит каждый год в январе. Тут куча разных шоу. Вы только гляньте на этих пингвинов на ледяной горке. Также тут можно посмотреть на шоу Белук и покормить Карпову с бутылочки. А еще сделать тысячу фото для Инстаграма. Например, на фоне фейерверка. А ты хочешь каждую неделю новый фейерверк всего самого интересного? Для этого не нужно питься как рыба в лед. Нужно просто подписаться на Ксюшу Бейс. Ставь лайк и напиши в комментариях. А что бы ты сделал из льда? Пока-пока!